Девушки отдыхают 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 У тебя сладко, а я сладко сделаю. Я 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 сладко, а я сладко сделаю. Выпускай давай своего монстра. Да-да, конечно. Сейчас переведу дух. Вынимание, вынимание. Игрок в мальч, вооружена парабанкой на атомном плимарде. А одета розовый барейка лат, латексную броню и лапутены на госту дом. На новой, на новой, на новой. Ах, как ты посмейте, что-то с новым летом. Ах, как ты посмейте, что-то с новым летом. А что, разве тебе с набутанными еще роли? Он вообще усични свой пост пивал. Мы пошли на такой сценарный риск по крайней левской причине. Сценарий писали в начале февраля. И пущай все знают, что мы готовим сани летом, а сценарий зимой. Можем продолжить? Да, вполне. А против вас не играй. Та-ра-та-та-та-та! Опять слизь? На самом деле поливает Амазонка. Но если вы хотите, может быть и слизь. Чтоб так сказать, не отходить от традиций. Амазонка имеет уровень 6. Но она не нападает на игроков женщин. Персонаж в марте получает второй уровень. Друзья, я тут подумал. Только не кидайте мне тапочку. Нет, мы, конечно, можем продолжать скаутить это метро. Но, как по мне, шутка с равносмертной слизью медленно, но уверенно начинает сибреживать. Уже все меньше и меньше людей смеются над ней. Да и сценка затягивается. Какие ваши предложения? У каждого из нас есть по второму уровню. И нас всего так надо. Так давайте объединим наши уровни. И у нас будет сразу десятый. Читерство, конечно, но у меня есть читерская карта. Внимание, внимание! А вот и она. Нападающая узор, смешная королева. И где он? Где этот математик с лишней хромосомой? Да я дам ему наварять в сервисе тебя. Где этот сценарист? А вот тут, по нашим планам, зрители должны дурят и в первую очередь встать и сказать, что автор – это Аня. Итак, считаю на 10-7 и начинаю наносить вам интересные повреждения. Сейчас там. Без разбора. И что нам теперь делать? Забадывать зло. Герои всегда умудряются в последнем что-то придумать. Победите. Вас зажмете. Придумайте. Ай! Вальтронну. Что, Вальтроннула? Их пять на пять. У них любые выдумки. Нам им в зоопарке подчестное слово больше не дадут. А давайте, как пауэр-рынжевые. Пауэр-рынжевые. Слов пополучили. Чем-то сладкий. Синематичный. А розовый? История придет в пауэр. Или как четыре танкиста и салона. У меня энергия на шерсть. Эврика. Эврика семь. А кто так? Мы ли уже по такому раритету пошли? Да не было там ничего такого. Просто говорю, Эврика, мы можем собрать пять элементов. Выстраивать и сдавать в ряд. Ты, братьяня, будешь изображать слово. Дед старческий монастырь. Кум жадность. Я мама. А ты, мать, изображай глупость. Да ну вас нафиг. Не буду я ничего изображать. Зараз на тебе делится увес си. От каждого по возможностям. Маааа. История, мать. Да мы, блин, умоляем тебя. Ну ладно. Эх, ну что с вами поделать? Как говорили актеры из фантастической четверки против плохого сценария, не поперся. Уи-и-и-и. И что? Это все? А чего вы хотите? Вот я вас людей не понимаю. То вы героями быть не хотите. А как припичивать? Так, подавай вам обычный вина, как в областелине колец. Или что-то пришел в жимобилию и забила кровавого расчленения. Вот и сказочке конец. А ведь Гутонский вариант бы вышел. А я полностью согласна. Внимание, внимание! Так и была подождена Северная королева. Неравная по одессу куче дорогостоящих мицепентов и пара приглашенных звезд. Наши герои вернулись к себе домой. Звук форта. А темпропетровская митроу так и осталось следой всего пять раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!